День криминалиста День криминалиста Мы сегодня осматриваем гражданин территории под поликлинику. Проекта на дорогу и на подъездную дорогу пока нет. Поэтому говорить конкретно нет. Мы не знаем, как это все расположено, как подведены будут к ним коммуникации, ущемит ли это наши права, в частности, владельцев гаражей и жителей домой. На слушание саровщане пришли с конкретными вопросами. Как будет организован подъезд к новой поликлинике, лишатся ли жители этого района парковочных мест, будет ли вырублен лесной массив. Но четких ответов пока не получили. По словам авторов проекта, площадь застройки еще не определена. А то, как будет подходить к поликлинике дорожная сеть, рассмотрят позже, на других слушаниях. Единственное, что уже известно на сегодня, расширение улицы Чапаева быть. При таком раскладе могут снести часть гаражей, находящихся в этом районе. Мой гараж попадает под снос, и меня интересует тот вопрос. Мне будут выделять место под гараж, либо строить гараж? Вопрос не этих слушаний, повторюсь. Линейный объект дорога продолжения Чапаева, это будет следующий проект, и будут следующие публичные слушания. Вы не можете следующее обсуждение делать, если вы на перспективу не рассказали. Ну а что вы смеетесь-то? Что вы сказки тут рассказываете? Поликлиника, что у вас, в воздухе подвешено, что ли? Вы хотите просто картинку нам сейчас обрисовать. Вот здесь мы решили, что будет у вас поликлиника. Мы не против поликлиники. Но давайте просмотрим вопрос в принципе в комплексе с жителями, которые там живут раз, с гаражами, которые там стоят, с жилыми домами, конкретно которые будут примыкать к этой поликлинике. Вы нам эту информацию не дали. Вопросов у гаража накопилось столько, что задавали они их наперебой. А вот ответов получить так и не смогли. Конструктивного диалога жителей с представителями администрации в рамках публичных слушаний не вышло. Какой у вас дом? У нас есть. У нас есть провалы. Провалы там. Хорошо. Провалы многометровые. От меня вы что хотите домой? Не получив полного представления о том, какие изменения ждут тех, кто живет в близлежащих домах и как будет выглядеть район, жители и вовсе решили. Поликлиника в этом месте им не нужна. Предложение этот участок не рассматривать на другой территории. Да. Мы здесь. Все, записали. Защитали. Мы против поликлиники. Хорошо. Я говорю, мы запишем это все в протоколе, дадим оценку, дадим заключение свое и дадим рекомендации. И проигнарируем. Так или иначе, обсуждение строительства новой поликлиники в старом районе продолжится. В планах администрации подготовить проекты планировки участка и дорожной сети и точно так же вынести их на публичные слушания. Остается надеяться, что о проведении этих слушаний жители проинформируют заблаговременно и подготовят к ним подробную презентацию, из которой горожане четко смогут понять, как конкретно коснется их этот проект и затронет ли его реализация их интересы. Мария Рунич, Владимир Есеников, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Публичные слушания – одна из немногих возможностей жителей повлиять на решения властей. Они проводятся для того, чтобы горожане могли высказать свое мнение по поводу того или иного интересующего вопроса. Таким для жителей нового района стал вопрос, что появится на месте бывшего медвотрезвителя. То, что его снесут, стало известно почти год назад. И горожане пришли с конкретным предложением, чего они хотят там видеть. В микрорайоне со сложившейся застройкой, где проживает множество семей с детьми, катастрофически не хватает элементов благоустройства и социальной инфраструктуры. Там хронически не хватает вообще мест для молодых семей с маленькими детьми. Вам, ребята, предложили полностью профилированный под детский досуг здание. Предложение специалисты администрации и члены комиссии зафиксировали, но рассматривать не стали. Проект планировки земельного участка был подготовлен до того, как спросили мнение жителей района. И пришедшим предложили уже готовое решение – проект строительства на месте старой наркологии семиэтажного дома. Эта идея вызвала у жителей множество вопросов. И первый из них коснулся парковок. Согласно проекту, в этом районе появится еще 26 машин и мест. Вот только разместить их, по мнению жителей, на самом деле негде. Эта сбоку, в которой вы говорите, что вы увеличите парковочное место, ее некуда увеличивать. Она уже парковка на 10 машин, и она упирается в одну дорожку и в другую дорожку между зерном и 41. Где идет увеличение? Вы вот это сейчас? Да, да, да. И вот это сбоку в Менделеево 76 парковочное место. Если вы внимательно смотрели, то там надо как минимум карман сколько делается? 5 метров для машины? 5,5 метров. Так вы забор вам придется сносить, коттеджи. Строительство дома плохо может отразиться и на благоустройстве района. По проекту от улицы Суворова до улицы Менделеева появится сквозной проезд, который, по мнению жителей, и вовсе лишит их дворовой территории. В организовке сквозной проезд, и по сути дела наш дом зерного 41, он вообще отрезан всеми дорогами. То есть у нас с одной стороны идет Менделеево, здесь вот еще будет проезд, и у нас вообще нет никакой, как говорится, дворовой территории. Во время обсуждения благоустройства встал и вопрос о детских площадках в этом микрорайоне. Строительство новых проектам не предусмотрено, возводить их просто негде. Планируют лишь чуть расширить уже существующую. Я бы при данном проекте в эти добы не въехал. Во-первых, детских площадок нет. Вы говорите про детскую площадку, которая около 39 дома. А недавно жители 39 дома выходили с местной инициативой, чтобы расширить, делать нормальную площадку. Им сказали, ребят, нельзя, коммуникации нет, никакой там территории. Мы мониторили все спортивные площадки нашего города. Могу вам заявить, что вот эта спортивная площадка, которую вы говорили, это просто убожество. Она прилеплена к дороге, сейчас не помню по памяти, значит, у нее ширина где примерно метра три, длина метров двенадцать. Засыпано киском с галькой, стоят баскетбольные щиты. Есть вопросы и к высоте планируемого дома. Застройка микрорайона в основном малоэтажности, и семь этажей будут откровенно выбиваться из сложившегося пейзажа. Разве у нас на этом участке нет ограничений пятиэтажности по посадочной площади? Там девять этажей ограничений. Вот на этом участке. Восемь. А было же пять? Нет. Же один, восемь этажей, да? У нас с вами пять ведь были, да? Или я не права на этом участке? У нас какое ограничение? Семьэтажный дом, он пока не соответствует нашим правилам землепользования и застройки. Предложение и замечание горожан как крик души. Вот только будет ли он услышан. Конструктивного диалога жителей с представителями администрации в рамках публичных слушаний не вышло. Сравчанам необходим детский центр. А вот в планах у чиновников только строительство жилого дома. Вопрос. Конкретный вопрос. Можно построить там досуговый центр, а не жилой дом? Мы записали. Вы ответьте мне. Это реально? Кроме жилого дома, какие вы еще варианты рассматривали по освоению этой территории? Вариант один – жилой дом. Какой он будет? Семьэтажный, пятьэтажный и так далее. Хорошо, я вас услышал. Активную работу по информированию граждан о предстоящих слушаниях администрация не вела. О мероприятии жители района узнали от инициативной группы. Да и на обсуждение вопроса по регламенту отвели всего 20 минут. То ли организаторы не ждали большого количества участников, то ли были уверены в том, что предложенный проект долгих споров не вызовет. Так или иначе, горожане выступили категорически против семиэтажки Назернова. Будет ли учтено их мнение, покажет время. Мы будем следить за развитием событий. Мария Рунч, Владимир Есейников, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. У Никиты Тримаски на день рождения был месяц назад, но подарки юноша получает до сих пор. Паспорт гражданина России Никите вручили сотрудники миграционной службы и руководство полиции. С получения паспорта стала большая ответственность за приявленные действия. Сначала было волнение, затем промежутками радости. Все равно испытываешь страх, что мало ли что можешь сутиться. Получить главный документ гражданина Российской Федерации из рук начальника полиции предстояло еще пяти школьникам. Андрей Чернышев рассказал ребятам о правах и обязанностях, которые следует помнить любому жителю нашей страны. Сегодня очень торжественный день. Для вас вы получаете свой первый документ, паспорт гражданина Российской Федерации. Вручение данного документа – это большая ответственность. На вас возлагаются определенные обязанности. Вы уже вышли с того возраста, когда какие-то правонарушения были просто детскими шалостями. Помимо паспортов, ребятам вручили еще один символичный подарок – Уголовный кодекс Российской Федерации. А на память о торжественном событии у всех участников останутся фотографии. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Глядя на полки, заполненные детскими игрушками, одеждой, обувью и констоварами, можно с уверенностью сказать, что добра в этом мире гораздо больше, чем зла. Двери первого в городе гуманитарного склада только открылись, но здесь уже готовы принять нуждающихся и оказать посильную помощь людям в трудной жизненной ситуации. То место, которое мы сегодня открываем, это как раз то место, где нуждающиеся эту помощь получат, а те, кто готов помогать, могут ее оказать. То есть здесь произойдет вот такое соединение. Гуманитарный склад будет носить имя царевича Алексея Николаевича Романова. Отремонтировать и оборудовать помещение удалось благодаря помощи волонтеров Центра «Радость моя» и средствам гранта Синодального отдела по церковной благотворительности. Я надеюсь, что те люди, которые нуждаются в том или ином внимании, будут с благодарностью к Богу получать эту поддержку и через то нести добро и также милосердие. Детские коляски, средства гигиены для малышей, теплые зимние комбинезоны. Работа гуманитарного склада и волонтеров направлена в первую очередь на помощь семьям с детьми и будущим мамам. Я хочу надеяться, что все, кто попал в трудную жизненную ситуацию, придя сюда, обретут веру, увидят помощь, поддержку, выйдут из этой трудной ситуации жизненной, в которую они попали и потом будут также оказывать помощь тем, кто нуждается. Раньше пожертвования саровчан приходилось хранить в храме всех святых, где сложно было рассортировать вещи и сразу направить на адресную помощь. Теперь несколько просторных комнат позволяют хранить даже специальные инвалидные коляски, костыли и трости. У нас такой порядок, что мы пишем заявочку, упрошения оформляем, но все равно в первый прием обязательно что-то человеку дадут. Если он нуждается в продуктах, значит это будут продукты. Если ему нужно одеться, значит ему помогут подобрать одежду. Волонтеры центра «Радость моя» приглашают к сотрудничеству спонсоров, другие городские волонтерские движения и неравнодушных горожан. Самыми необходимыми и востребованными всегда остаются детская обувь и продукты первой необходимости. На прием пожертвований склад работы три дня в неделю, во вторник, в четверг и в субботу. На выдачу помощи в субботу с утра. Дарятся порыгина Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Эксперты-криминалисты одними из первых прибывают на место преступления. И никто не знает, что приготовили злоумышленники на этот раз. Но опасность саровских криминалистов не пугает. Тем более, если работает профессионал своего дела, уверенно заявляет начальник экспертно-криминалистического отдела Юрий Есин. Задача эксперта-криминалиста и вообще эксперт комиссийского подразделения – это выезды на осмотр места происшествия, на совершенное преступление, сбор всей доказательной базы, всех следов, оставленных преступником на месте преступления и дальнейшее их исследование. На службу в полицию Юрий Есин пришел 18 лет назад. И началом его карьеры стала работа патрульно-постовым служащим. Отдав несколько лет этой профессии, Юрий Михайлович понял, что стоять на дорогах и ловить правонарушителей – это не его призвание. И решил отправиться в криминалистику. Пришел я со службы в армии в 93-м году. Естественно, лихие 90-е. Хотелось как-то свой вклад вложить в наведение порядка. Уже в 2013 году Юрий Михайлович стал начальником экспертно-криминалистического отдела. По его словам, работать в этой сфере непросто. И чтобы добиться каких-либо серьезных успехов в карьере, потребуется немало времени. Чтобы стать экспертом-криминалистом, это минимум, но пять лет подготовка нормального эксперта-криминалиста, наработка опыта, получение допусков на право самостоятельного производства экспертиз. В криминалистической лаборатории Саровской полиции огромное количество современной техники, которая помогает экспертам в поиске того или иного материала. Но полагаться в работе все равно следует только на себя. Люди этой профессии должны быть внимательными и усидчивыми, так как их работа очень скрупулезная и не терпит ошибок. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24. Никаких телефонов, планшетов и прочих гаджетов. С такими словами встретили старшеклассников учителя лицея номер 15. Но в школе вовсе не экзамен, а отборочный тур по игре «Что, где, когда». «Росатом» проводит вот такой обширный форум для всех городов присутствия «Росатома». И именно в формате игры «Что, где, когда». Читается 30 вопросов, дети дают ответы. Та команда, которая получила наибольшее количество правильных ответов, она считается победителем муниципального уровня. За право защищать честь города на региональном уровне пришли побороться 18 команд, в каждой из которых по 6 человек. Главная задача – заработать максимум очков. И для того, чтобы найти правильный ответ на вопрос, старшеклассники должны были проявить свою эрудированность и умение работать в команде. В начале минуты вообще слышишь вопрос впервые и даже не подозреваешь, какой может быть ответ. Но работая в команде, слушая версии друг друга, это, в общем, очень неожиданно, вот как щелчок появляется правильная версия. И это на самом деле очень приятно. Это, во-первых, саморазвитие какое-то, просто узнать что-то побольше, возможность показать себя, возможность просто увидеть других людей, возможности других людей. По итогам игры победителем стали ученики лицея номер 3. И уже 24 марта они отправятся на региональный форум в Нижний Новгород, где им предстоит сыграть в финале «Что, где, когда» в онлайн-режиме. Ирина Вышегородцева, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Взглянуть по-новому на женщин через объектив фотоаппарата и раскрыть их внутренний мир предлагает Нижегородская епархия в рамках фотоконкурса, который посвящен памяти жен-мироносец. Задача фотографа – передать образ женской заботы, любви, теплоты и верности. Чтобы именно вот эти черты, которым посвящен праздник жен-мироносец, чтобы люди научились воспринимать в тех женщинах, рядом с которыми они живут. Фотоконкурс – прекрасная возможность рассказать о достоинствах своих родных и близких женщин. Можно сделать постановочные кадры, обыграть традиционный образ русской красавицы, а можно запечатлеть женщину на работе или в кругу семьи. Я для себя задачу конкурса считал бы исполненной, если бы мы женский подвиг научились видеть в каких-то обыденных вещах, каких-то простых иногда, иногда бытовых даже совсем поступках. Обычная сыровчанка Алла Цепова подвига не совершала, но многодетной маме не до геройства. Накормить, поиграть, порисовать, пожалеть, похвалить. Воспитание детей, создание атмосферы тепла и уюта в доме, надежного тыла для мужа – вот непростая задача хранительницы домашнего очага. Принять участие в конкурсе могут все желающие. Автор может представить от одной до трех фотографий – портрет или фотоисторию. Работа на конкурс принимается до 11 марта в электронном виде на почтовый ящик hdc-sobaka-yandex.ru Елена Грискова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. В детстве Виктора относился к авиомоделизму совершенно равнодушно. Но когда сын предложил ему вместе тренироваться выступать на соревнованиях, решил поддержать увлечение своего ребенка. Первый опыт оказался удачным. Я решил попробовать. Вот вышло так, что мы заняли призовое место в шатках. И вот дальше пошло. А дальше семья Капутиных попала в финал областного чемпионата. Вечер накануне ответственных соревнований выдался насыщенным. Нужно проверить модели и потренироваться. Несмотря на кажущуюся простоту этих летательных аппаратов, они сделаны по всем законам аэродинамики и соответствуют требованиям соревнований. Требования какие? Модель должна пролететь чем дальше, тем лучше. То есть на дальность полета. Подопечные Александра Егорова будут участвовать в соревнованиях с планерами и нестандартными моделями. Как далеко прилетят такие летательные конструкции, зависит от умений человека. Здесь важна и правильная стойка запускающего, и угол наклона, и плавность движений. Елена Грицкова, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей СОРО-24. Будущим защитникам Отечества не страшны ни февральские морозы, ни ссадины от ударов. Эти бесстрашные юноши выбегают на улицу в одной форме и показывают то, чему научились на занятиях по рукопашному бою. Сегодня школьники только готовятся защищать родину, но они уже владеют основными приемами самообороны и знают, что такое настоящая мужская сила. Каждый ребенок, мужчина, соответственно, должен постоять за себя. С этой целью у нас проводится занятие по рукопашному бою. Правила популярной военно-спортивной игры «Зорница» хорошо известны многим. Ребята делятся на команды, пришивают погоны и готовятся захватить знамя соперника. Но все это не ради азарта. Педагоги стараются донести до школьников важные и жизненные вещи. Патриотизм, в принципе, должен присутствовать в каждом воспитательном процессе, так же, чтобы знали, что это действительно праздник военнослужащих, тех, кто служил, кто служит сейчас, ну и, соответственно, кто будет служить, чтобы детям действительно хотелось идти в армию. Две команды, два цвета погоны, только один победитель, но условный. После окончания игры они все равно пожмут друг другу руки и сядут в задние парты, изучать школьную программу и основы военного дела. Дарья Цапорыгина, Владимир Есеников, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Зимние холода – не повод пропускать занятия в школе. Учебный процесс не прерывается и не зависит от показателей уличного термометра. А решение, отправлять ребенка в школу при морозах или нет, принимают только родители. Сейчас существуют дистанционные технологии, электронные дневники. В век цифровых технологий речи об отмене уроков не идет. Прежде чем проводить ребенка в школу или оставить дома, нужно взвесить все «за» и «против». Если впереди школьника ждет серьезное контрольное, то, возможно, стоит одеться потеплее и отправиться за знаниями. Но если ребенку не здоровится, то есть опасность, что прогулка по 30-градусному морозу только подорвет его иммунитет. Дети у нас разные. В зависимости от особенностей состояния здоровья, от удаленности. Привозят они его на машине или ребенок идет пешком в школу сам. Региональные министерства образования в ситуации изменения погодных условий могут давать лишь рекомендации по посещению школьниками образовательных учреждений. Так, в центральной части России установлены свои нормы в соответствии с возрастом детей. Дети начальных классов от 23-25 градусов и ниже могут оставаться дома на усмотрение родителей. Среднее звено – это 26-28, и старшеклассники – 30 и ниже. При этом педагогический опыт показывает, что чем старше ребенок, тем меньше погодные условия влияют на школьную посещаемость. При этом, какой бы ни была температура за окном, в учебных классах термометр должен показывать не ниже плюс 18 градусов. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. До начала больше получаса, но в коридорах и залах Дворца детского творчества уже можно услышать звук барабанов и увидеть ребят в красных галстуках и пилотках. Смотр-конкурс «Бей барабан» – это уже давняя традиция, которая до сих пор находит отклик у современных школьников и их родителей. Некая ностальжия по советскому времени, особенно тех взрослых, которые сюда пришли. И для нас очень важно сохранить те традиции, которые заложены в саровских семьях. Как показала практика, не просто сохранить, но и развивать дальше пионерское движение важно не только организаторам конкурса. Лиза Кижаева – ученица пятого класса. В ряды пионеров она вступила прошлой весной и сделала это осознанно. Пионеры помогают, потому что пионеры – это важно для меня и для моих родителей. Мои родители тоже были пионеры, поэтому я хотела тоже им стать. В смотре-конкурса Лиза принимает участие в рядах знаменной группы. Девочка уверена, что знамя – одно из важнейших составляющих любой пионерской организации. Поэтому о своем знамени она знает все. В Дворце детского творчества собрались те, кто прошел обучение в школе пионерских профессий и был готов продемонстрировать свои навыки. Всего в смотре-конкурсе приняли участие 11 знаменных групп и 25 барабанщиков. Мария Рунч, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Избавлять город от льда призваны сразу несколько организаций. ДЭП очищает улично-дорожную сеть, центр ЖКХ – внутриквартальные территории. Скверы и пешеходные улицы находятся под ответственностью комбината благоустройства. И прошедший посреди зимы ливень, превративший город в настоящий каток, доставил им всем немало хлопот. Места, связанные с подходами к пешеходным переходам, это остановки. Естественно, они все убраны до асфальта. С улицами здесь ситуация и с внутриквартальными проездами несколько сложнее. По словам директора ДГХ, убрать весь лед с улицы дорог невозможно. Единственный способ, который помогает бороться с наледью – это песко-соляная смесь. В этом году количество смесей зарасходовали в два раза больше по сравнению с прошлым годом. На настоящий момент израсходовано где-то порядка 1300 тонн противоуглоледным материалами. Это дорожно-эксплуатационное предприятие на данный момент февраля. МОП-центр ДГХ – 103 тонны противоуглоледного материала. В первую очередь стараются очистить подходы к остановкам и к пешеходным переходам с целью обеспечения безопасности жителей, а также к школам и детским садам. При этом задействован как ручной труд, так и специальная техника. На данный момент задействованы на уборке города пять бабкетов. Из них три работают с гидромолотом. В основном это все-таки проезды, въезды, выезды, потому что тротуары. Там достаточно происходит повреждение асфальта, если мы начинаем долбить. По тротуарам в основном принимаем ручную уборку. По словам специалистов ДГХ, борьба с гололедом на дорогах общего пользования и тротуарах ведется в две смены. Но уследить за всем невозможно. Поэтому, чтобы избавиться от катка возле подъезда, надо просто набрать номер 97768 и сообщить о своей проблеме. Налезь по регламенту должны устранить в течение трех суток. Мария Рунич, Константин Островский, Владимир Сеников, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Саров Инвест и Волга – лидеры областного первенства. Поэтому болельщики изначально были настроены на яркие эмоции и красивую игру. И они ее получили. Хозяева льда завладели преимуществом с первых минут матча, но и гости не готовы были сдаваться без боя. И как результат, немалое количество забитых шайт в воротах обеих команд. 16-5. Итог бы счет на табло. В целом игра прошла неплохо. Много возобили. Как вы заветили, это мы уже на протяжении последних игр делаем. Минусы – это провалы. Все равно, если в обороне пропускаем. Сегодня пропустили четыре шайбы. Над этим надо работать. Победы не благодаря, а вопреки, так можно сказать, про команду Саров Инвест. Как новички, они получают время для тренировок в Ледовом дворце по остаточному принципу. Два раза в неделю по часу с небольшим ближе к полуночи. И порой, чтобы подготовиться к матчам, ребятам приходится тренироваться на уличных коробках. С такими проблемами спортсмены из Воротынца не сталкиваются. Благодаря новому ФОКу им удалось сделать тренировочный процесс оптимальным. Занимаемся мы два-три раза в неделю. Льда хватает достаточно. Условия для тренировок у нас, так сказать, хорошие. До строительства ФОКа условий не было, можно сказать. А сейчас растим молодежь и стараемся конкурировать с другими. Последний матч первого этапа первенства хоккейный клуб Саров Инвест провел на выезде с кварцем. На бору развернулось настоящее ледовое побоище. Ни одна из команд не готова была уступить. Основное время завершилось ничейным счетом 4-4. И только в овертайме хозяева льда буквально вырвали победу у гостей, прервав тем самым беспроигрышную серию команды Саров Инвест. Впрочем, главные матчи турнира еще впереди. В выходные стартуют игры плей-офф, в ходе которых и определится чемпион области. И первый матч второго тура команда Саров Инвест проведет 4 марта дома против Арзамаса. Начало встречи в 13.00. Вход свободный. Биться до последнего, держать ворота, главное не проиграть. Слышалось трибун Ледового дворца. Каждый болельщик старался поддержать и подбодрить любимую команду в борьбе за выход в четверть финала высшей хоккейной лиги. Первую домашнюю игру хоккейный клуб Саров сыграл против красноярского «Сокола». Она заставила болельщиков изрядно понервничать. В первом периоде хозяева льда решительно атаковали красноярских спортсменов и уже на первых минутах распечатали ворота соперников. Второй период прошел сухую. В третьем хоккейный клуб Саров сумел отправить в ворота «Сокола» еще одну шайбу, но взамен получил две. Исход матча решил овертайм. И хоккейный клуб «Сокол» все же смог вырвать победу у саровчан. Игра завершилась со счетом 3-2. Очень боевая получилась игра. Хочу поздравить свою команду, ребят поздравить с победой, болельщиков наших поздравить с победой. Серия продолжается. В серии матчей плей-офф проводится до четырех побед. Три игры саровчане проиграли. И, казалось бы, все на этом участие нашей команды в плей-офф закончено. Но ребята собрались силами и доказали, что невозможно и возможно. И в четвертом матче саровчане уверенно обыграли «Сокол» со счетом 6-1. Ребята собрались. Огромное им спасибо. И забили хорошие галы. И, в общем-то, выдержали такую жесткую силовую борьбу соперника. В следующем матче нашим спортсменам вновь предстоит встретиться с командой «Сокол», но уже на выезде. Второй этап чемпионата высшей хоккейной лиги начнется 3 марта. Следить за игрой спортсменов можно будет в официальной группе высшей хоккейной лиги. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. В борьбе за золотые медали городского чемпионата в финальной игре встретились две сильнейшие баскетбольные команды – «Волга» и «Старт». На протяжении трех периодов с небольшим преимуществом лидировал «Старт». Но «Волга» отыгрывала почти каждый заброшенный мяч. «Хорошая, ровная команда. Умеет вовремя собраться, сконцентрироваться на игре. По игре это было видно, что они сумели нас догнать и вы даже выйдете вперед». Заключительный период матча показал, насколько сильна воля к победе у игроков «Волги». Находясь всю игру в роли догоняющих, спортсмены смогли собрать волю в кулак и сравнять счет на табло. Но судьбу матча решили пять минут дополнительного времени. Со счетом 101-87 победу одержал «Старт». «Волга» – серебряный призер, бронза у команды «Союз». И второй год подряд четвертое место занимают самые юные участники турнира – команда «Дюш-Икар». «Очень нравится команда «Дюш-Икар», которая дает борьбу мужчинам. Им, конечно, тяжело, но они физически послабее, но уровень очень сильный у них». Городской чемпионат по баскетболу впервые проводился в два круга. Это дало возможность игрокам проявить себя, а болельщикам насладиться зрелищной игрой. По результатам матча были награждены лучшие защитники, нападающие, снайперы и игроки, набравшие наибольшее количество очков в матчах. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Ваши деньги как за каменной стеной. «Саров-Бизнес-Банк». Стабильный, благополучный банк.